всем доброго дня я сегодня решил сделать на завтра то есть замариновать и приготовить королевские ребрышки только с немножко с измененным рецептом почему на королевские считается потому что в германии это часто такое делали тут местные башки не башки а башок от слова идет это самое местная знать это дело делают до сих пор кстати ребрышки тут вот это вот видите красотулька это у них короче на один зуб идет придворной даме так состав мы это временно уберем пока тут мешал состав мед кориандр идет вот оригинал я показываю оригинал яблоко это винная водка или их винная самогонка можно сказать вайн бренд на немецком называется коньяк на нашем немного так сейчас по-другому немножко говорить чтобы это объяснить как оригинально идет я который показывает так лавровый лист черного перца дофига кидается можжевельник идет а вот да это у нас короче цвет называется горчица горчица идет вот это вот все идет еще плюс еще парах да еще чеснок там еще и много добавляется вот этот оригинале идет я немножко рецептуру изменю чуть-чуть то есть я использую киви для размягчения мяса это про внутри ну что у них самое главное было чтобы нож можно было на хлеб намазать и само разумеется соль честно говоря и когда первый раз попробую без соли с рецептуру было очень вкусно так я пока нам запригодится завтра на запекание то есть я делаю на два этапа у нас сегодня пятница завтра суббота и жене захотелось королевских ребрышек когда я о них рассказал короче я все это свинина не очень я люблю но в этот раз это захотелось сало поесть но ты немецкая не ешь а остальное в принципе ешь так то есть практически оригинальный немецкий рецепт да это с 17 по 19 это век который идет до я перца еще молоки мы его тут грубо передаем уже запах пошел идет делается быстро так берем кориандр весь нафиг он кстати кориандр не зря очки дали они еще кстати кидают без такой типа под перец называется да тоже его туда кидают но я его кидать не буду страны такой для меня приличная часть кстати в этот рецепт все еще можно с этим рецептом делать с ним оказывается можно еще и и дичь готовить принципе он изначально и предназначался для дичи так тут чуть-чуть подаем до завтра успел это ферменты выступить выйти отсюда так ну запах какой-то другой же я да теперь добавляю сюда то что раньше не добавляют в рецепты то есть соль это вообще считалось солью еда бедняков я на самом деле как говорится в некоторых странах соль это золото то есть если присмотреться консервантов тут достаточно природного происхождения что хорошо замариновать мясо уже имеется душат надолго хранилась так я поступаю еще к одной-другой процедуре называется красиво как смотрится так нам сюда нужно рассчитать тут делаться будет разреза запихиваться чеснок остальной чеснок туда пойдет хватит столько так так отлично как я ранее говорил да я немножко рецепте технологии приготовления усовершенствовал могу сказать сальцо если вы видите типичную такую сетку да это швейцария австрия германия это вот так вот распространено ровно немножко режется так отлично так 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 теперь интересная вещь распихать чеснок да это возьмет много времени на приготовление но поверьте оно того стоит чуть-чуть пошире разрезы сделать вдоль полностью лучше не разрезать иначе при готовке но лопается и но сильно расходится так так Такого жена мне ещё не видела, да? Кого? Какой ещё вид готовки ты мне ещё не видела, да? Какая часть пойдёт на салатик, да? Кирик? Да. Да он так пойдёт, без салатиков. Хорошо, твоя тогда часть. Ну, в обычном берут большую, большой такой этот самый кусок мяса и делают. Так. 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 Так, теперь другая стадия. Аккуратно вывалим. Может и сразу с салофаном все вместе? Я сначала его чуть-чуть вывалю, это делается для того, что я тут внутрь напихал, чтобы она не выходила, она же жидкостью сразу свалится. В афане ты вот так вот промежутки не напихаешь. Но это, видите, кусочек маленький, поэтому не сильно развернешься. Так, и что же жидкость пошла? Вот он. Вот теперь нужен он. Но делаем только на низ. Как раз все уйдет. На жирную часть, то есть там где сало. Горчицу. И это нужно для того, чтобы сало стало легко сваренным. Раз. Два. Оно смягчает изнутри тоже, отсюда туда. Короче, изнутри измягчает тоже мясо. Все, тут только сало можно. Так, теперь самое важное. При таком виде мариновки я это в чашку, так или иначе, позже покажу. Но лучше делать в пакете, потому что запах чеснока, он будто с ума сведет любого. Особенно в холодильнике. Даже сквозь закрытый пакет проходит. Вернее, это не пакет. Да, это чашку. Теперь самый главный этот нюанс идет. То есть вот как мы все тут нанесли, да. Этим само разумеется польем. Я тут где-то примерно пол стаканчика взял. Слабенького раствора. Пакет можете плотно завязывать, лучше плотно. Чтобы до завтрашнего, как говорится, дня приготовления не трогать. Хотя этот засол можно уже и через 2-3 часа на грех бросать. Будет мягкое все. Все. Теперь я освобожу место, куда его положить и в холодильник его. И увидимся завтра. Так, сегодня пришел второй день. Короче, хорошо оно промариновалось. Вот это бадью, что вы видите, да, в оригинале делается так. Здоровый шматок. На дно укладываются тут яблоками, луками. Лук редко ложили, потому что это еда бедняка считалась. И поэтому чеснок, да, его старались брать. Но мы готовить будем современным способом, то есть быстрым. Завернем просто-напросто в алюминиевую фольгу. Ну и тут тоже свои нюансы есть. Разработанный способ, который в течение 2-3 часов даже из жесткого мяса делает мягким. Но для начала нам нужно грубо яблоки почикать. Так, хотел бы выжимать, ты с хрустящей коркой или без? Хрустящей. Значит, если с хрустящей коркой, то есть вот маленький нюанс. Я его сейчас вам покажу. Сначала тут выкладываем. Как удобно, да? Выковырят. Так, по размерам примерно подгоняем. Подушку так из яблок делаем. То есть чем заливает обычно, по тому, в конце тут чем проливает? Можно водой. Что они раньше редко делали. В основном использовали вино или пиво. Но я решил немножко воды просто оплеснуть и все. Так, вкладываем наше мясо. Вкусно запахло. Аккуратно. Видите, сколько тут хорошо настоялось. Аккуратно. Переворачиваем. Если с хрустящей корочкой, то можно запихнуть тут остатки можжевельника. Шкурка сама, разумеется, наверх. Выкладываем. Так. Как же без можжевельника обойтись. Ему сюда. То есть, таким образом, кстати, этот рецепт хорошо годится даже для дичи. Ну, имеется в виду для диких свиней. Это самарат будет. Так, остатки яблок сейчас опять наверх тоже. Не так сильно много кладем. Иначе корочка не очень-то получится хрустящей. Примерно с таким расстоянием. Ну, остальное, конечно, сюда. По бокам. Так. Идет другая часть. Печка у нас разогрета. Самое интересное наступает. Аккуратненько такой типо боди создаем. Кстати, пока чуть не забду. Сейчас вам одну вещь объясню. Почему именно шкурка кверху. Кстати, не для того, чтобы оно только хрустящее стало. В основном раньше запекали. Да и сейчас иногда так часто делают. Вот. Сейчас я объясню. То есть, жир практически будет мясо сверху вниз пропитывать. Так, тут уже у нас свалилось. Вот. Вот. Тогда вам сейчас попроще простого сделаем. Хрустящая она все равно будет. А яблоко заодно будет гарантия, что, ну, не это, не припекется к алюминиевому фольгу. Так, вот аккуратненько заделаю. Хорошо на соли запечатаем. Когда мы углы. Течка до 200 градусов разогрета. Выпекут в основном так. Сначала большая температура, потом низкая. В той бодье, что я показывал, да, в основном 6-8 часов уходит готовки. Здесь же примерно 2-3. Уйдет только на вот этот кусочек. Можно и пол свиньи так зажарить. Кстати, тоже получится. Так. Тут у нас вода. Немного зальем. Много не обязательно. Эта, кстати, вода поможет тоже внутри постоянно температуру поддерживать. И заодно получится этот. На немецком это Братензав. Короче, мясной соус. Мясной сок получится. Яблоки самой, разумеется, излишки соли заберут заодно. И размягчат мясо. Так. Самое интересное только начинается. Заодно хочу сказать, что чем лучше вы края заделаете, да, тем больше шахта, что он сюда не выбежит. Так. За 200 тысяч я разогрел. Так. Воды. Обязательно. Иначе оно в первый же час жарки сгорит. Вот тут все нафиг. Пожарок хватит. Добавляем на 150. Когда вода начнет выкипать, можно будет еще где-то в половину, то есть 125 градусов добавить. Ну вот, если обратите внимание, да, воды уже практически нет. Она ушла. И разбавляем. Так. Где-то вот тут получается где-то 125-130 градусов. И оставляем где-то примерно на час. Ну вот, практически, если тут внутри посмотреть, он хорошо вздулся. Выключаем. Так, аккуратно, сейчас пар пойдет. О-о-о, запах пошел. Тут видите, практически только соль немножко осталась. От воды. Так. О, слышно хорошо, да? Сейчас самое интересное будет. Закоп обалденный вообще. Вкусно пахнет. Так, аккуратно. Пойдет сейчас. У-у-у, как он стянулся сильно. Ты хочешь, чтобы я тебе хрусты делаю, нет? Нет, нет, так пойдет. Пойдет тебе? Понравится? Ну, хорошо уже. Сейчас ягоды тут все повытаскиваю. Немножко он стянулся, но тут удивляться нечего. Потому что обычно его готовят в большой-большой печи. Не, а пойдет. Вау. Кстати, вот этот сок, который тут внизу, да, тут, сейчас могут сбежать. Его, короче, через сито пропускают, процеживают, протирают. И с него делают соус. Тоже очень вкусная вещь. Но запах офигительный идет, тут можно сразу сказать. Не только запах, не классно смотрится вообще. Ух ты. Еще один кусочек отрежем. Невероятно вкусное сало. И ребрышки. Вот, смотрите, лично я съедаю. Получился. Да, это очень вкусно получилось. Смотрите, черная вещь. В ребрышки сами вылазят. Мясо, вилка счищается. Вот такое-то оно должно получиться. То есть практически. Вот так. Вылазят просто-напросто кости. То есть мясо должно быть, с одной стороны, немножко жестковатое, это чуть-чуть. То есть это получается со стороны сала. А остальное должно практически разваливаться. В чем его еще можно делать? Его можно делать в земляной печи, в любых видах печей можно готовить. Печь на гриль тоже пойдет. Так вам долго его печь придется. Универсальный рецепт, мне понравился. И дичь можно готовить, кстати. Я уже один раз такое давно-давно готовил, второй раз чисто для жены приготовил. Так, подойди-ка. Мне сейчас не надо, она горячая. Эх, маленький кусочек, холодный. Попробуй. Даже мне доишь? Ну да. Моя жена обычно не любит это. Тут, короче, Германия, свинина воняет тем, чем кормят ее тут. Ну, кормят ее всякой фигнёй. Но то, что я приготовил, нету запаха и приукуса. Нету. Вот так, мои друзья. Готовятся королевские ребрышки. То есть, это не такой вот маленький шматок, который взял. Да, это маленькая такая порция вообще там шла. И это не считалось вообще конкретно даже едой. Там, короче, здоровьющий шматок. Это на одного человека шел. Готовился почти 2-3 дня. Ну вот, ускоренный вариант. Тоже очень отличный на вкус получается. Это был наш канал Нина Сергей ТВ. Желаю вам всего хорошего и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова